И так же и духовная жизнь имеет свои результаты. У меня была очень богобоязненная мама. Она была простой деревенской девушкой, когда папа сделал ей предложение. Папу осуждали даже в селе. Он был такой немножко стройненький, статный. А мама простой деревенской девушкой, которой считали в деревне, даже немножечко так пренебрегали ей. Сейчас они в вечности уже, и папа, и мама, когда мы отмечали 50-летие их совместной жизни. Золотая свадьба. Они сидят впереди. Нас восемь детей, все уже женаты, семьями. Подошли мы, каждый с розочкой в руках, и к маме. Потом подошли внуки с другими розочками. Потом правнуки со своими розочками. И вот мама сидит, счастливая, с таким огромным букетом цветов. Из нашего семейства несколько... Ну, мы с братом служители рукоположенные. Есть еще сестры, у которых мужья служители. Простая богобоязненная девушка. Благословение, потомство. Хотим и благословения в нашей жизни, друзья. Многое зависит от того, какой фундамент вы сегодня закладываете. Или жизнь по плоти, или жизнь по душе. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.